День урожая День урожая День урожая В подворье Северского района посетил глава региона Вениамин Кондратьев. Он пообщался с северской делегацией и поблагодарил всех участников уборочной кампании за высокие показатели по уборке зерновых, колоссовых и зернобобовых культур. И мы сегодня имеем эти огромные цифры, но вопрос даже не в цифрах, а в том, что для вас урожай – это смысл вашей жизни. Кубанские аграрии в этом году собрали более 11 миллионов тонн зерна. Новый урожай на 90% состоит из пшеницы высокого качества. Праздник продолжился в стенах спорткомплекса «Олимп». Мы сегодня славим нашу Кубань. Мы сегодня славим вас, наших аграриев, тех, кто сейчас сидит в этом зале, и тех, которые в него не могут поместиться. Мы сегодня говорим слова благодарности нашей земле, нашей кубанской земле за плодородие. Главный результат этого года – 14,5 миллионов тонн зерновых, зернобобовых, риса. Кубанская земля, щедрая, урожайная. Но все возможно было это, вот эти 4,5 миллионов тонн, благодаря только вашему упорному труду. Низкий вам за это поклон. В этот день со сцены заслуженные поздравления получили более 70 работников сельского хозяйства – агрономы, трактористы, селекционеры, предприниматели, представители личных и крестьянско-фермерских подсобных хозяйств. На торжественной церемонии награждения Северский район не раз отметили, как один из лучших муниципалитетов по итогам жатвы 2019 года. Наш муниципалитет занял первое место в крае по итогам уборочной кампании, получив 64,3 центра с гектара пассивной площади по Южной, Придгорной и Анапо-Таманской зонам. За личный вклад в обеспечение высоких показателей агропромышленного комплекса Краснодарского края в растеневодстве диплом за заслуги в отрасли агропромышленного комплекса администрации Краснодарского края получил заместитель главы района, начальник управления сельского лесного хозяйства и продовольствия «Абрекнаш». ООО «Кубаньпродукт» стал лучшим сельскохозяйственным предприятием, заняв первое место среди предприятий с площадью овощных культур защищенного грунта не менее двух гектаров. На праздники отметили и работу комбайнеров. Денис Лазебный из ООО «Агрофермы Кубань» вошел в число лучших жадщиков на уборке риса. Со сцены ему вручили ключи от автомобиля «Нива». Как признается Денис, такая высокая оценка стала для него неожиданностью. День урожая – это праздник, объединяющий всех, кто посвятил свою жизнь сельскому хозяйству. Работу аграриев трудно переоценить. Это ежедневный труд, требующий самоотдачи и профессионализма. 4 ноября Русская Православная Церковь отметит праздник иконы Казанской Божьей Матери в память об избавлении Москвы и всей Руси от иноземных захватчиков в 1612 году. В честь предстоящей даты в Церкви Дью Станица Северская прошло традиционное заседание казачьего клуба. Воспитанники Центра развития детей и юношества Станицы Северской из объединений «Дебют» и «Живое слово» рассказали об иконе и подготовили небольшой концерт с песнями и сценками из истории нашей страны. На встрече присутствовал священнослужитель, отец Сергий из Свято-Никольского храма Станицы Северской. Он поздравил ребят с предстоящим праздником и рассказал об иконе Казанской Божьей Матери. Матери Божьей всегда покровительствуют над верующими в нее людям. Всех поздравляю вас с праздником, с этим. Будем же всегда прибегать к Матери Божьей и самим творить чудеса именно с помощью Божьей и помощи покровительницы Матери Небесной. Завершилось заседание клуба веселыми песнями в исполнении ребят из казачьего класса школы номер 45 Станицы Северской. Завершилось заседание клуба веселыми песнями в исполнении ребят из казачьего класса школы номер 45 Станицы Северской. На горелке происходило нечто необычное. Открылся митинг, на котором в ряд выстроились 40 новых танков со странной надписью по бокам «Дмитрий Донской». А с приветственным словом к бойцам обратился не политрук, а митрополит Крутицкий Николай. Так состоялась первая официальная встреча духовного лица с солдатами советской армии. Повод для встречи был серьезный. Войскам передавалась танковая колонна, построенная на пожертвования верующих. Официальная религия в СССР не была запрещена. Но к самим служителям культа власть относилась прохладно. Храмы открывались только в самых кризисных моментах. Например, при обороне Сталинграда. Несмотря на это, на протяжении всех четырех лет войны церковь молилась о даровании победы над врагом. Помогали верующие и материально. Всего на нужды фронта было собрано около 200 миллионов рублей. Сумма более чем значительная даже по сегодняшним меркам. Пожертвования шли из блокадного Ленинграда. Влияние церкви отразилось на советских орденах и медалях военного времени. В 1942 году учрежден орден Александра Невского. Невский считается великим покровителем православной церкви. А орденом его имени награждали командиров, которые проявили личную отвагу в сражениях. Немало церковнослужителей воевало в окопах в качестве простых солдат. Они поддерживали партизанское движение, выполняли задания для разведывательных частей. Священник Федор Пузанов из села Хохловы Горки Псковской области спас 300 человек, перехитрив немецкий конвой. Он же снабжал партизан продовольствием, за что и получил медаль партизану Великой Отечественной войны второй степени. Можно считать и такой факт совпадением. Пасха 1945 года пришлась на 6 мая. Поэтому верующие часто называют победу пасхальной. В этот день чествует святого воина Георгия Победоносца. До официальной капитуляции Германии оставались считанные дни. С 30 октября по 2 ноября 2019 года на территории Краснодарского края, в том числе и в Северском районе, ожидается ухудшение погодных условий. Возможно осадки в виде дождя, мокрого снега, гололед. Усиление северо-восточного ветра до 15-18 метров в секунду. Температура воздуха понизится на 8-10 градусов. В ночные и утренние часы минимальная температура воздуха в большинстве районов края понизится до 0-5 градусов. Температура воздуха днем 4-9 тепла. Заплывы в студеной воде устроили в Калининграде. Так местные и польские моржи готовятся к зимним состязаниям. К закаленным пловцам присоединились и новички. Первый раз я так плыву в такой холодной воде. Но если теплее, то когда только окунались, а именно вот так вот плавать. Зато бывалым моржам всё нипочём. На улице пока плюс 12. «Вода очень тёплая, слишком тёплая для моржей. Но оказавшись здесь, мы захотели поплавать и почувствовали себя, как рыба в воде». Польские и российские моржи дружат уже много лет. «Встреча дружбы. Это наши друзья со сваженцем. Мы к ним приезжаем в гости раз в год, они к нам приезжают. С каждым разом наши связи всё крепче и крепче». Моржеванием увлекаются в основном люди среднего возраста и пожилые. Некоторые верят в его пользу для здоровья, а кому-то просто нравится плавать в ледяной воде. Моржеванием увлекаются в силу. Моржеванием увлекаются в силу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры делал DimaTorzok А давайте размер моей пенсии посмотрим Пенсионный фонд России Откуда их взять? Дети, теперь о грустном Идите сюда Мы посчитали наши расходы и доходы Дело в том, что мы запланировали только одного из вас Андрей, останься А вы уходите Мам, остановись! Не делай этого! Не убивайте свое будущее ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин